В дымном плену в угаре пьяном «Жизнь моя пошла по ресторанам» спел когда-то никому неизвестный Руслан Набиев, навсегда вписав свое имя в историю отечественных караоке-заведений и ресторанов. Этот шлягер прогремел в 2007 году и продолжает звучать спустя 15 лет. Однако Руслан Набиев слишком рано ушел из жизни, ему был лишь 31 год. Руслан Набиев родился в Азербайджане. Когда в начались военные действия, семья переехала в Краснодарский край. Руслан всегда тянулся к музыке, в школе участвовал во всех концертах, в армии был родным запевалой, особенно ему удавалась легендарная Катюша. Отдыхая на Черноморском побережье, Набиев впервые спел в караоке, которые тогда располагались в обычных палатках на улице. Держав тот волнующий южный вечер в руках микрофон, Руслан Набиев и не догадывался, что через пару лет из каждой такой палатки будет звучать его песни. Но после той песни молодой человек окончательно решил связать свою жизнь с музыкой. Он поступил в вокальную студию, стал выступать на свадьбах, участвовать в концертах. В 2005 году Руслан Набиев переехал в Пятигорск, где устроился работать в один из ресторанов. Примерно тогда же он пережил личную драму и написал ту самую песню. Песня по ресторанам была посвящена мне. Мы после свадьбы через год расстались. Изначально мои родственники были против свадьбы, потому что он был бедный парень, торговал на рынке. Он уехал в Пятигорск, устроился в один из ресторанов. Жил в этом же ресторане. Коротая вечера он написал песню по ресторанам, которая в итоге нас и помирила, рассказала на программе Привет Андрей вдова Руслана Набиева, Нателла Набиева. Друзья помогли Руслану пристроить песню по ресторанам на радиостанции и благодаря пиратским кассетам и дискам она разлетелась по стране. В 2007 году Руслан Набиев выпустил свой первый и единственный альбом по ресторанам. Руслан Набиев погиб 25 января 2008 года в ДТП. На тот момент его дочке не было и года. Как писали СМИ, ссылаясь на неофициальные данные, водитель был нетрезв, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в рекламную конструкцию. Когда все случилось, я не могла поверить в это. У нас была большая настоящая любовь. Мир разделился на до и после. Кажется, что он на гастролях, вот-вот приедет, такой веселый и улыбающийся, рассказывает вдова певца. Сегодня дочь Виктория Набиева пошла по стопам отца. Школьница также занимается музыкой, поет и выступает на различных мероприятиях. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!